Кира вернулась домой, падая с ног от усталости и чувствуя, что если в ближайшее время нормально не поест, то потеряет сознание. Она с тяжелыми жалобными стонами сняла сапоги и устало опустилась на табурет. Глаза молодой женщины, отказавшись повиноваться ее воле, закрывались, требуя отдыха и покоя. Кира провела две ночи подряд без сна из-за того, что дежурила сначала по графику, а затем работала сверхурочно. У нее было три часа на то, чтобы поесть, переодеться, принять душ и немного вздремнуть, а дальше Кире нужно было снова уходить на вторую работу. Женщина в свободное от основной работы время подрабатывала уборщицей в соседнем кафе. На часах было без двадцати восемь утра. Кира была уверена в том, что ее четырехлетний сын Глеб еще крепко спит. Но мальчик неожиданно выскочил из детской с радостным криком и бросился в объятья матери. «Мама, ты вернулась! Где ты была вчера? Я ждал, что ты прочитаешь мне сказку перед сном», – разочарованным голосом сказал Глеб, прижимаясь к щеке матери. «Извини, сыночек, меня с работы только сейчас отпустили. Я прочитаю тебе сказку сегодня вечером, обещаю». «Ну хорошо», – успокоился ребенок, – «иди переодеваться и зубки чистить, потом будем с тобой завтракать». Кира с невыразимой грустью смотрела вслед убегающему сыну и с щемящим сердцем думала о том, сколько тяжелых испытаний выпало на долю этого невинного, беззащитного ребенка. Три месяца назад размеренная жизнь обычной семьи кардинально изменилась. Глеб упал в обморок, без видимых причин. Обеспокоенные родители отвели мальчика к врачу, который после сдачи множества тестов и анализов поставил ребенку страшный диагноз, требующий незамедлительного и дорогостоящего лечения, а также оперативного вмешательства. Родители были убиты горем, сумма, указанная врачом за операцию, казалась им космической. Кира и Андрей, чтобы как можно быстрее собрать деньги на лечение Глеба, начали работать, не покладая рук. Кира попросила начальство регулярно давать ей сверхурочную работу. К тому же нашла подработку в соседнем кафе, где требовалась уборщица. Даже когда Кире приходилось сидеть с сыном, она умудрялась работать, женщина всегда хорошо готовила, особенно удавались ей сладости и пироги. Сидя дома, она пекла их на заказ и таким образом, медленно, но верно пополняла бюджет сына. В приступе отчаяния и страха она продала все драгоценности, которые достались ей от прабабушки. Кира плакала, отдавая продавцу украшения, но другого выхода у нее не было. Постепенно сложности, возникшие в семье негативным образом сказались на взаимоотношениях супругов. В первое время Андрей, так же как и Кира, страдал и пребывал в тоскливом отчаянии. Он устроился на вторую работу и стал приносить домой больше денег, экономить на всем, отказавшись от сигарет, отдыха с друзьями и любимых продуктов. Но угнетающая душу атмосфера, постоянно царившая дома, начала напрягать мужчину, и он с головой погрузился в работу. Его возвращения домой становились все более редкими и короткими. Кире приходилось тащить на своих хрупких плечах всю семью, заботы о сыне тоже полностью легли на ее плечи. «Где ты был?» «Я звонила твоему другу Николаю. Он сказал, что вы закончили свою работу еще пять часов назад». Не выдержав, накинулась Кира на мужа с упреками и подозрениями. «На той работе я все закончил и приступил к другой», – буркнул мужчина, снимая с себя куртку. «Не надо меня обманывать. На второй работе тебя тоже не было. В последнее время ты ведешь себя крайне недостойно. Переложил на меня все свои обязанности по дому, заставляешь меня нести ответственность за всю семью, а сам пропадаешь неизвестно где, пока я вкалываю или сижу с больным ребенком. «Не кричи, я очень устал, и у меня нет ни малейшего желания слушать тебя. Отстань и дай отдохнуть. Сумасшедший дом какой-то. Лучше б я вообще никогда не женился». Пробормотал недовольно Андрей и, оставив жену в прихожей, отправился в спальню, даже не заглянув к ребенку, не поинтересовавшись его самочувствием. Кира в отчаянии опустилась на пол и громко зарыдала. Но вскоре ей пришлось взять себя в руки и успокоиться, ведь разбуженный криками родителей Глеб выскочил из детской и начал плакать. Той ночью она легла спать в детской, рядом с сыном. До самого утра ей снились кошмары, связанные с мужем и ребенком. Кира встала в 6 утра, чтобы быстрее приготовить завтрак, убраться на кухне и отвезти мальчика к своей матери, жившей в соседнем районе. Проходя мимо спальни, женщина заметила, что кровать заправлена, а Андрея в комнате нет. Зайдя внутрь, она поняла, что муж прошлой ночью так и не лег спать. Это открытие привело ее в замешательство. Кира обошла всю квартиру, но у Андрея нигде не оказалось. Вернувшись обратно в спальню и открыв дверь шкафа, женщина остолбенела. В шкафу не было ни одной вещи ее мужа. Куртки, плащи, брюки, туфли и белье – все пропало. Не оказалось на месте и документов мужчины. Кира впала в ступор. Она пришла в полнейшее недоумение – женщина достала мобильник и принялась звонить исчезнувшему мужу, но тот был недоступен. Отчаявшаяся Кира не знала, что делать, к кому бежать. Она принялась обзванивать друзей и знакомых супруга, но никто не знал, куда мужчина поддевался. У Киры не было времени на долгие размышления. Она, чтобы не опоздать на работу, должна была приготовить завтрак и, быстро накормив сына, отвезти его к своей матери. У Глеба, к тому же, закончилось дорогое лекарство, которое он принимал три раза в день. Кира вспомнила, что ей необходимо взять деньги и по дороге к матери заехать к врачу за необходимым препаратом. Каково же было ее удивление, когда, открыв копилку, она не обнаружила в ней ни рубля. Женщину мгновенно посетила сначала показавшаяся ей безумная мысль о том, что Андрей, забрав все накопленные тяжким трудом деньги, сбежал. Кира попыталась прогнать эту мысль, но факты упрямо твердили, что предчувствие ее не обманывает. В тот день Кира не вышла на работу, она не была в состоянии работать. События утра довели ее до временного умопомрачения. Женщина не могла прийти в себя и успокоиться. Раздираемая рыданиями, она ходила из комнаты в комнату, отчаянно пытаясь что-то найти. Через несколько часов слезы у женщины истякли. Она немного успокоилась и осознала, какой стала ее реальность. Все было необычайно просто. Андрей сбежал из дома, украв все деньги, которые они с ним копили, не зная отдыха и сна. Кира решила заявить на мужа в полицию, но там никто не торопился ей помочь. В следующие несколько дней женщина провела как во сне, делая все на автомате. В доме заканчивались продукты первой необходимости. Она сама вечерами ложилась спать голодной, чтобы только Глеб хорошо поел. От нервного и физического перенапряжения, не отступающего чувства голода Кире стало плохо прямо на улице и она потеряла сознание по дороге домой. Придя в себя, женщина обнаружила, что лежит на лавочке, а над ней стоит незнакомый мужчина лет сорока. «Вы в порядке?» – обеспокоенно спросил незнакомец Киру. «Что со мной случилось?» – спросила озадаченная женщина. «Вы упали в обморок на улице. Мой автомобиль стоит неподалеку. Вам надо поехать в больницу. Давайте я вас отвезу». «Нет», – резко отрезала Кира, понимая, что она должна спешить к сыну. «Я в полном порядке. Спасибо за неравнодушие. Можно я тогда хотя бы отвезу вас туда, куда вы шли? Вы ведь куда-то торопились?» – доброжелательным мягким тоном спросил мужчина и Кира согласно кивнула. Женщина села в машину к тому, кто нашел ее, лежащей без сознания на улице, и поехала домой. «Спасибо, что решили довезти. Я правда очень спешила», – призналась Кира. «Не за что. У вас очень усталый вид. На вашем месте я бы все-таки отправился в больницу», – не унимался незнакомец. «Не стоит беспокоиться, я нахожусь в своем обычном состоянии. Для меня это не ново». «Вы меня так не пугайте. Я уже жалею, что послушался вас и не стал отвозить в больницу. Может, я могу вам чем-то помочь? Кстати, меня зовут Филипп». «Очень приятно, а я Кира», – сказала женщина. У Киры машинально вздрогнул уголок губ. Она чувствовала себя рядом с симпатичным общительным незнакомцем комфортно, что ее крайне удивляло. Вдруг сумка женщины упала вниз, и из нее выпала новая упаковка того препарата, который Глеб принимал три раза в день. Филипп поспешно поднял лекарство и принялся с интересом его изучать. «Позвольте спросить, кому предназначен столь серьезный препарат?» – с любопытством и тревогой задал свой вопрос Филипп. «Моему сыну», – ответила Кира, и в этот момент по ее щеке потекла слеза. «Мне очень жаль, что вашему сыну приходится принимать это лекарство. Какой ему поставлен диагноз? Сколько мальчику лет?» Кира рассказала Филиппу обо всем, что случилось с Глебом, после чего растроганный мужчина признался в том, что он по профессии врач, руководящий собственной частной клиникой и хочет познакомиться с Глебом, а затем подробно изучить заключение того специалиста, к которому женщина обращалась. «Хорошо», – ответила Кира, заметно взбодрившись и воодушевившись. «Я думаю, что Глебу будет интересно с вами пообщаться. Приходите к нам завтра вечером, как раз тогда я буду свободна». «Договорились», – кивнул мужчина. Знакомство Филиппа с Глебом прошло успешно. Мальчику с первого взгляда понравился улыбчивый, общительный мужчина, который пришел в гости с пакетом фруктов и огромной мягкой игрушкой в руках. Весь вечер Кира, Филипп и Глеб провели в теплой дружеской атмосфере, которой так не хватало женщине. «Кира, признаюсь вам честно, что необходимость в приеме данного препарата вызывает у меня сильные сомнения. Препарат сам по себе необычайно мощный и небезопасный для ребенка. Поставленный вашим доктором диагноз также весьма сомнителен. Я рекомендую вам провести полное обследование ребенка в моей клинике. Да, я бы с радостью согласилась на дополнительное обследование, но дело в том, что я не смогу их оплатить. Мой муж украл все деньги и сбежал. Мне очень жаль», – пробормотала расстроенная женщина, потупив голову. «А, кто говорит о деньгах? Я вижу, в каком положении вы находитесь. Мне искренне жаль ребенка, который вынужден три раза в день принимать спорный, дорогостоящий и, главное, небезопасный для него препарат. О расходах вы не думайте. От вас мне нужно только согласие». Кира согласилась на предложение Филиппа и на следующий же день мальчику был проведен комплекс анализов, тестов и обследований. Еще через два дня, поздно вечером, когда Кира собиралась лечь спать, кто-то позвонил в дверь. Она обомлела, увидев на пороге Филиппа. «Здравствуй, Кира», – сказал Филипп. «Можно войти?» «Добрый вечер. Я не знала, что ты придешь. Проходи, конечно, я сейчас быстренько поставлю чайник». «Не нужно», – остановил женщину Филипп. «У меня не так много времени. Я пришел сообщить о том, что результаты всех анализов и обследований готовы». «Правда», – испуганно вскинула брови Кира. «Пожалуйста, скажи, что ты смог выяснить, в каком состоянии мой сын находится?» «Он находится в прекрасном состоянии», – заявил Филипп «взволнованным голосом». «Все обследования подтвердили, что поставленного вашим лечащим врачом диагноза у мальчика нет». У Киры от неожиданности закружилась голова. Чтобы не упасть, она машинально схватилась за руку Филиппа и окинула его потрясенным взглядом. «Значит ли это, что мой мальчик абсолютно здоров?» – с нескрываемой надеждой в голосе спросила женщина. «Его жизни ничего не угрожает. Есть небольшие проблемы, которые можно решить с помощью полноценного курса лечения и только. Никакого дорогостоящего лечения, серьезных препаратов и тем более операции ему не нужно». Кира на радостях бросилась в объятия Филиппа и расцеловала все его лицо. Ей показалось, что огромный камень упал с ее плеч и души. Она даже чувствовала себя более легкой и невесомой. У женщины словно появились крылья за спиной. Теперь Филипп начал все чаще навещать Киру и ее уже полностью выздоровевшего сына. Мальчик выглядел довольным и счастливым, а Кира сияла от неописуемого счастья. Она наконец перестала работать сверхурочно, подработку тоже смогла оставить и начала больше отдыхать, проводить время с сыном и Филиппом, которого со временем крепко полюбила. Между ними постепенно зародились трепетные и нежные чувства, и спустя год они поженились. Глеб быстро привык к Филиппу и с легкостью принял его в свою жизнь и семью. Филипп, в свою очередь, привязался к мальчику и начал называть его своим сыном. Спустя полгода после свадьбы неожиданно вернулся бывший муж Киры. Андрей заявился, как ни в чем не бывало, но вскоре понял, что у него больше нет любящей преданной жены и крепкой, сплоченной семьи. «Ты зачем пришел?» – с досадой спросила Кира, когда на детской площадке к ним с Глебом подошел Андрей. «Я вернулся к своей семье», – заявил мужчина, который выглядел бледным и вымотанным. «А разве у тебя здесь есть семья? Ты свой выбор сделал, когда забрал все деньги и сбежал из дома. Ты думаешь, я об этом забыла? Я никогда не прощу тебе того, что ты сделал. Уходи, Андрей. Я не хочу тебя видеть. У нас счастливая семья. Я люблю своего мужа, и ты мне больше не нужен. Возвращайся к своей любовнице, с которой ты прокутил все деньги, которые я зарабатывала с таким трудом». Андрей молча взглянул на сына, играющего в песочнице, и полным сожалением голосом сказал «Мне очень жаль, что все так вышло. Если бы я сейчас вернулся в прошлое, я бы никогда не поступил так, как поступил. Прости меня, если сможешь, и будь счастлива». Андрей ушел и больше никогда не появлялся в жизни Киры и ее сына. От общих знакомых она узнала как-то, что он, украв все деньги, ушел к любовнице, с которой быстро их потратил. Ей оказалась секретарша на работе, которая вскоре прогнала его, велев держаться от нее подальше. Но Кира уже с безразличием относилась к судьбе своего бывшего мужа и ко всему, что касается его жизни. Ведь у нее была своя яркая, счастливая и наполненная любовью жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова